ребята девчонки всем привет кривый репортаж искренне ваш мы вышли прогуляться по нашему кварталу сейчас покажем новую локацию которую куда мы еще не ходили но нам просто посоветовали сходите говорит посмотрите у нас новое место для отдыха вот для активного ну может быть пассивного отдыха кто как отдыхает пошли гулять зайдем кофейку попьем вот подышим воздухом перед тяжелой рабочей неделей пойдем с вами хорошего вечера всем пошли марика пойдет за мороженым смотрите какой дивы дивная вот я взяла капучино ребята на 100 рублей в автомате стоит а маленьким взяли попробовали вот банановый пломбир тоже стоит 100 рублей вот такой стаканчик большой ребят лайфхак в питере у нас стоит очень вкусный автомат сейчас маленький взяли коктейль мы холодный коктейль пломбир и малина вот а я я капучино пью горячий по 100 рублей вообще дешево сердито она свою же выпила сейчас побежала вот у нас там это на заднем плане аптека и у нас там дом быта стоят наше украшение пошла проверять вот а я сейчас все пойду и как он тебе булочку в пекарне куплю порадую нормальный кофе адекватный в два раза дешевле чем он пекарне буханки отличный выбор вообще люди гуляют смотрите как здорово не не дальше пойдем там нету булочек мы хотим какой-нибудь булочку вкусную у нас тут за магнитом а есть пекарня учат завернем ой смотри 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 столик поставили столик поставили стульчики и столик то свободные а у нас еще кофеек есть посмотрим ребят значит я свой кофеек допиваю марики взяли ванильный капучино там все стоит в пекарне автомате там где-то это ждет вот взяли значит сыром слойку я сыром слойка не хочу ничего сладкого вот она сыром она стоит ой ребят сложно сказать сколько она в общем мы взяли ватрушку и взяли попробовать там есть вообще что-то кофе молоко или что еще мне кажется ничего нет вообще вода нет нет ощущения что вода молока нет тут ничего нет автомат поход не работает давай расскажу дальше значит здесь господи марика меня сбила в общем слойка с сыром а это он там матрушка створогом обычная классическая сейчас я попробую слойка с сыром скажу как чего тут в общем вот это все стоит 200 рублей значит 125 получается да и 75 что да да ватрушка 75 а это 125 сейчас будем пробовать слой пока марика там все выясняет насчет автомата кофейного лука нет в автомате нормально сыра достаточно на улице очень ветрено но тепло как тепло сейчас вечер ты об рубашечке в легких фланелевы и футболки вот приятно достаточно комфортно для тела можно сесть внутри но внутри жарко там пекут булочки и тепло там короче до слойки можно на заднем плане хора имени пятницкого пришел за лепешками люди садятся пьют тоже кофеек ну что ты скажешь насчет венгерки булка очень вкусная кофе никакой кофе никакой все ребята значит кто живет датском вот это вот этот вот пекарня этот дворик короче горячий хлеб и выпечка кофейный автомат мы не рекомендуем а выпечка нормально у нас почему тут эту дорогу который там на заднем плане не открывают это второй выезд из нашего квартала и там просто более час дети люди сидят на обочине дорогу смотри там же как пикник вот я смотрю там люди прям сидят за столиками может пойдем посмотрим и может быть там и шашлыки можно делать туда давай попробуем сейчас съедим булочку пойдем сейчас идем мимо офиса продаж от оттуда вышла вот молодая пара вот спиной они идут покажу с какими-то бумагами документами ребят кто-то еще купил как эта семья еще купила нашем квартале квартиру марика идет потихонечку видите в телефоне там решает кое-какие свои дела по работе но несет половинку моей булочки которая не доела дома погрею доем сейчас не влезла очень большая а мы пока идем посмотрим новую среду обитания чем там люди занимаются такой приятный закуток я думаю может быть и хорошо что дорогу не открыли хотя бы еще один сезон людям будет где да он они все шашлыки там жарят будет где провести время вот я очень надеюсь насознательно что все таки на такую красивую природу у нас все таки здорово вокруг квартал прям лес не загадит у ребят смотрите как здорово реально люди жарят там что-то я видела там даже вот чуть дальше мужчина на скейте катался вот этот кусок дороги он сколько наверно метров 500 до где-то пол километра абсолютно свободного пространства вот так смотрите у нас тут стоят огнетушители две каски и предупреждением берегите лес от пожара какой красавчик бегает собачек много в квартале и большие маленькие со всякими гуляют я думал что у нас москве как бы тренд на маленьких животных вот маленьких собачат таких нет вот пожалуйста и больших заводит пространство много хорошо то как птички поют слышно вам смотрите как здорово а знаете вот чисто рефлекторно хочется реально прижаться к обочине идти вот именно по обочине хотя прекрасно понимаешь вон там знаки стоят стоп ну то есть это вот как кусок дороги который просто закрыт и он абсолютно новый вот вообще мухой не сидела там лес а туда в прошлом году ходили люди приглашали по их пошли говорит грибы собирать все во-первых мы в грибах вот я конкретно марик это понимает а я вообще ничего не понимаю в грибах я так думаю меня можно звать по грибы только если ну вы планируете кого-нибудь отравить ну там наследство там или маленький там просто месяц какая-то кому-то тогда да позовите меня я вам наберу как раз очень хороший набор вот а так то очень люблю собирать грибы вот безумно люблю мне нравится сам процесс но я ничего хорошего не наберу это точно сто процентов смотри какое дерево огромное упало корни корневая система да ухты он люди сидят и ленькое местечко он парень собачка играет собачка носится побежал побежала как быстро смотрите какое преимущество людей которые живут в подмосковье да и мне кажется в любом вот городе который находится как сказать город вне города вот как наш квартал и смотри какие сосны красивые и вот вроде как цивилизация да с другой стороны ты вышел летом и ты гуляешь у нас даже тут зимой есть дамат лыжни примут вокруг вот этого кусочка леса люди катаются на лыжах кто-то мангал оставил вообще спасибо людям которые оставляют мангал но посмотрите кругом чисто то есть люди оставили мангал еще для кого-то но он практически 1 раз его домой тащить тоже такое удовольствие знаешь и никто не возьмет и вот на будущее кто-то придет вот так же вы пожарите шашлыки и уйдет и за собой все уберет это будет классно красавчик бегает прям знаешь вот как вот такой вид квартала как на картинке мы когда пенечки пойдем туда ты помнишь поработать ну хорошо скоро пойдем вот ты помнишь когда мы покупали квартиру вот у нас был вот ровно такой вид вот обернись да вот смотри лес на рендере была вот представлена также такой вид леса а из леса торчат вот здание высокий квартал вот так ребят думаешь да вот ты живешь многие вещи не замечаешь а какой-то красоте живешь просто сказка какая-то лес природа чё ною постоянно что мне все не так шикарно все просто шикарно